21 страна, более 2,5 тысяч участников хип-хоп-исполнителей и танцоры, уличные художники и каскадёры собрались здесь, на фестивале «Карту» в Ставрополе. Открылся фестиваль выступлением танцоров, исполнителей и трикеров. А ещё по площади Ленина проехали фестивальные авто. Очень крутой фестиваль, он очень масштабный. Мы даже не думали, что он будет достигать таких масштабов. Крутые хореографы, режиссёры, всё хорошо поставили. Очень круто было готовиться к нему. Я из Москвы приехал специально на «Карту», чтобы подарить бурю эмоций и ломаных рифм. Замечательный город, суперфестиваль «Карта» – это вообще просто бешеный взрыв эмоций. Это фонтан любви и новых связей, знакомств и дружбы. BMX и скуд, хип-хоп и паркур, триккинг, брейкинг, воркаут, а ещё граффити, скейтбординг и диджеинг. В центре Ставрополя проходят конкурсные просмотры и мастер-классы. На площадке также организовали выставку автомобилей и музей скейтбординга. Польная весна, фестиваль работающей молодёжи – это всё проходило в городе Ставрополь. И вот сегодняшний конкурс «Карта» проходит в городе Ставрополь. Наверное, знаете, так и должно быть. Почему? Потому что город Ставрополь, он действительно является молодёжным городом. Практически каждый четвёртый житель города Ставрополя – это молодой человек. «Карта» организовывают уже шесть лет. В краевой столице он проходил дважды. При этом Ставрополь – это родной город фестиваля. Идея появилась здесь, на Ставрополе. Как раз-таки я был на вручении премии 2020 губернатора Ставропольского края и смотрел, как вручают студентам. И тогда как раз появилась мысль о том, что вот всех награждают – студентов, волонтёров, деятелей культуры, художников, кино и так далее. «А нас 10 миллионов человек только в России, но никакой системы признания и поддержки нет. И мы решили, а давайте сделаем её сами». И, собственно, с того момента начался большой, интересный путь премии, которая сначала быстро стала всероссийской, а потом и стала международной. В 2023 году в «Кардо» участвовали люди из 25 стран. А на финал фестиваля в Ставрополь приехали гости из Аргентины, Армении, Германии, Японии и других стран мира. «Они разъедутся и с собой везут не просто эмоции, а другие уже не мысли. Они запомнят Россию, запомнят «Кардо» как такую систему возможностей и поддержки талантов по всему миру». Полина Песоцкая, Арсений Саркисов, АТВ Ставрополь.